Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, это программа ВОВРЕМЯ на информационном круглосуточном телеканале Абакан 24. Несмотря на... Смог там на улице? Не увидела, Алексей. Не показывайте пока, кто у нас в студии, это же большая тайна, никто никогда не знает, кто в среду во второй половине нашей программы, в нашей студии. А это человек, который пешком по улице не ходит. Вот спросил я, есть ли смог на улице, мне сказали, не разглядели, потому что надо быть агрономом центра садоводства Юлии Романовной Нингуловой, чтобы позволить себе такую маленькую слабость, не замечать, что там происходит за окном. Добрый вечер, Юлия Романовна. Добрый вечер, Алексей. Отличная подводка. Отличная прям, как никогда. Я мастер подводок. Наш телефон 22-41-18. Ну и что там с вашими горшками, подсветками, мимозами, не знаю, микрозеленью и прочее, прочее, прочее. Давайте сейчас обсудим в нашем прямом эфире. 33 минуты есть у нас, поэтому самое время для ваших звонков по телефону 22-41-18. И у меня, кстати, вылезли два, я не знаю, это перцы или помидоры, но что-то из них, из девяти этих колбочек джифи. Да. Две озеленились. Ну, надеюсь, остальные семь тоже когда-нибудь. Ну, я тоже надеюсь, Алексей, на это, но смотрите, причина, почему либо долго всходит, либо вы заглубили, потому что я говорила, глубина вот как бы вообще семья имеет свой диаметр. И глубина посева это у нас где-то сантиметр-полтора, вот это для, ну, перца, например, да, ну, где-то сантиметр для томата, потому что у томата мельче семечка. Меньше, чем у перца. А, ну, это... Заливали, если, например, постоянно поливаете, они постоянно во влаге стоят, стоят еще на подоконнике. Видите, они стояли во влаге, но под пленкой? Они должны стоять в тепле. На подоконнике, я еще раз повторяюсь, мы не ставим только посеянные семена, потому что там холодно. Да. И они могли просто-напросто загнить, потому что если сейчас посмотреть, какая погода у нас... Так не видно ни в дни, все время смогут быть. Холодно. Тут дело не в том, что там недостаток, да, света, солнечного. За городом солнца у нас... У нас очень, как бы, еще и холодно. Наступили такие холода. По веселье недоволково желтый туман. Помните детство? Есть звонок, нет? Нет, нет, нет. Нет, да, вот то, что я говорю, что очень холодно сейчас, да, за окном. Страдают не только наши посевы на окошках, но и то, что у нас высажено и зимует в огороде, в саду. В каком огороде у нас там снег уже? У вас снег, это прекрасно. Это вот самое лучшее укрытие, это снег. Вот сейчас бы хотелось бы поговорить, раз пока звонков нет, что делать. Да, когда... Ну, я помню, 224118 звоните. Я плавно вот перехожу в огород и в сад, потому что есть же у нас скульптура, которую мы высадили, например, осенью посадили. Только зимний чеснок. Чеснок тот же самый, если он без снега, он тоже может вымерзнуть при вот этом ветре, а ветер холодный. Он как бы... Хиус его называют. Хиус, да, хиус. Хиус или хиус? Хиус. Хиус. Холодный ветер, снега даже 5 сантиметров нет. Вот если посмотреть, ну, это прямо еще иносец какой-то... Да, но удивление бесснежное. Бесснежное, все, снег обещают, обещают, но его все нет и нет. А он потом насыпет как раз, когда он не нужен уже весной. Да, и поэтому мы сейчас должны позаботиться, потому что уже долгий период, уже неделю, да, стоят вот эти... 30-ти градусные морозы. Это страдают наши деревца, молоденькие деревца, например, которые высажены. Однолетние. А обещают, дорогая Юлия Романовна, 48 под Новый год. Ну, правда, Гидрометцентр говорит, это не точно, и это, возможно, фейк, но мы-то знаем. Ну вот, чтобы не ждать, когда будет 48, нужно подготовить наши деревца, если вы не подготовили, это укрытие, да. Звону, и вернемся потом. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Юлии Романовне. Да. На той неделе вы делали салат. Какой? Так, ну помните. Салат. Это делал Алексей Иванович. Из капусты, там, помидоры и с этого. Мне рассол, скажите, пожалуйста. Так, секунду, уточним. Наташа, режиссер нашей трансляции. Что это было? Какая программа? Какого года? Это, видимо, программа, какой-то повтор программы дачника. Ну, возможно. Ну, мы с помидорами не делали. Напомните, что за салат-то мы делали? Вы делали салат с капустой, помидора, огурец, и все это резали. Перец. Помидор. Ну, мы вот прямо сейчас это не можем вспомнить. Скорее всего, это был... Я это делал и Алексей Иванович, а Юлия Романовна делала голубцы. А, это вот недавняя программа. Да, но там не было томата и не было огурцы. Все, спасибо. Можете выключить, чтобы другие дозвонились. Сейчас на память. Рассол. У тебя опять про уксус забудет. Нет, про уксус я не забуду. Главное, тут ингредиенты. Ну, давай ты, Алексей. А я вообще не помню. Я же под твоим чутким руководством. Да, под моим руководством. Ну, сейчас я могу ошибиться. Поллитра воды или литр? Вот я тоже не помню. То ли поллитра, то ли литр воды. На поллитра воды, три соли. Ой. Лучше, нет, нет. Лучше она, давайте, к следующей среде вспомнит этот рассол. Да, я не вспомню, я просто посмотрю, у меня есть все записи. А за это время, может, уже эту передачу еще раз повторят. Про капусту это была программа. Ну, да. Мы там рассказывали все про капусту. Это первая как раз. Юля ее хотела вообще из эфира убрать. Мне показалась крайне неудачной эта программа. Почему-то мне показалась, наоборот, очень забавная программа. Но на вкус и цвет товарищ нет. А вот людям, видишь, понравилось. Ну, я рада. Все, мы сделаем. Давайте в следующую среду придешь с рецептами. Ну, конечно, рассол все расскажут. Как бы там не очень он сложный. Готовится быстро. И, кстати, вот голубцы, вот вы попробуйте. Это очень-очень вкусно. Мне не досталось. Представляете, они все съели без меня. Так получилось. А через неделю в это же время мы расскажем вам этот рассол. А я вот, вы знаете, не на следующей неделе вот ел эту капусту, которую я именно делал. Она у меня еще две недели постояла в этой баночке. Тогда, мне кажется, вот она стала вкуснее гораздо. Конечно, Алексей. Потому что она там вот прям настоялась. Конечно, она напиталась всеми соками. Я говорю, что можно уже есть на следующий день. Чем больше она стоит, да. Но тут тоже нужно. Там масло. Как раз сейчас к Новому году можно ее и подсадить. Да, кстати, это очень быстрый такой салат. А какой рассол-закуска на 1 января самая лучшая? Вот этот капустный рассольчик. Да. У нас звонок есть. Да-да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да. А мне вопрос Юлии Романовны. Завтра давайте. Так. Юлия Романовна, скажите, при посеве томата, перца и баклажан можно землю смешивать с живая земля и зеленый росток наполовину? Так, вопрос хороший. Да, почва, грунт смешивать. Ну, смотрите, здесь у нас в один зеленый росток. Это у нас почва, грунт, а он более питательный. Лучше в него вы потом будете пикировать. Как я вот делаю, я высеваю в более рыхлый грунт. Вот рыхлый грунт, это как раз у нас живая земля. Смешивать здесь, ну, пожалуйста, смешайте. Либо вот посев совершите в живая земля. Там как раз живая земля содержит немного биогумуса, что хватает для первых начальных этапов роста развития наших сеянцев, когда мы только посеяли. Питательных веществ там хватает. Также там содержится перлит, это разрыхлитель, и также вермикулит там содержится. Поэтому думаю... Зарыхлитель. Это разрыхлитель, также он является... А вермикулит, наоборот, впитывает влагу. Влагу впитывает вермикулит, да, перлит, он хорошо проводит влагу. Также у нас перлит, это хорошо держит тепло. И если на поверхности у нас также лежит этот перлит, он хорошо отражает солнце. Не солнце, получается, ну, свет, да. Ну, белый, потому что отражение как бы идет, что там как бы это еще плюс досвечивания. Вот. Поэтому посев можно совершить в живую землю, в теравиту. А когда у нас уже сеянцы достигнуты 2-3 листа настоящих томаты, перцы, там, что вы высеваете, то можете спокойно произвести пересадку, да, вот пикировку в грунт зеленый росток. Он более питательный. Тут даже по весу можно ощутить, если взять 5 литров живого, живая земля, да, и зеленый росток. Кто легче, а кто тяжелее. Потому что здесь более он как бы питательнее, поплодороднее будет. Ну и давайте тогда мы здесь обозначим то, что это отнюдь не реклама. А, это полезный совет. Ну, конечно, вопрос-ответ, я отвечаю на вопросы. То, что мы... Нет звонков. Надеюсь, я ответила. Возвращаемся также мы в сад. То, что касается посадок земляники садового, это вот клубника, Виктория, мы также должны укрыть, если мы еще не совершили укрытие. Это тот же самый... Ты думаешь, есть еще те, кто не укрыл? Ну, может, кто-то и так зимует, вот как бывает, да? Она у меня и так зимовала, и ладно. Не знаю. А тут снега, есть люди, которые и так прекрасно зимуют без укрытия. Но тут я бы посоветовала все же совершить укрытие. Это даже самый простой 60-й укрывной материал. Вдвойне сложить, либо на дуге, либо шпильками пришпилить, чтобы там, конечно, воздух был. А если вы делаете укрытие сена, солома, то это, конечно, укрыть, чтобы ветром не унесло, и разложить, конечно же, приманки, потому что в таких рыхлых... В рыхлом субстрате, или как-то сказать, субстанции там могут быть, не могут быть, а там поселятся обязательно... Мыши. Грызуны, да, мыши. Поэтому приманки обязательно разложите. Мыши, мышки хорошие. Я согласна с вами. Да, но они могут навредить ей очень сильно. Не только... Том и Джерри, посмотришь, прям. Посадкам земляники, но и бывает и саженцам повреждают. Особенно, если саженцы у вас в прикопе, не высажены. У меня у родственников такую яблоню сожрали за зиму прошел год, позапрошел год. Ну да, конечно. Обрызли твари всю кору. Вот чтобы не обгрызали кору, можно есть вот так реалии. Прямо под снегом. Снег растаял, а коры нет под снегом. Есть деготь. Можно опилки напитывать, раскладывать рядом. Так никогда раньше не грызли, представляете? Ну, как всему... Голод, голод достает. Добежали какими-то своими тропами под снегом. Там снегу... Вот то, что касается деревьев. И если кто занимался прививкой в этом году, в 22-м году, обязательно сейчас совершите тоже. Обмотайте. О, Господи, я уже подумал, от коронавируса что-то. Обмотайте прививочки. Потому что вот этот ветер, там разобраны, вот эти такие будут. Да, и грядут. Вот я не знаю. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Дай Бог, чтобы не было этих морозов. Ну, конечно. Но лучше укрыть, это не помешает. 30-го обещают прям 48. Я не верю тоже в это. Ну, это ж кранты нашим садам. Замульчируйте свой чеснок, если вы плохо замульчировали, там, минимум. Ну, а абрикосы ты не замульчируешь? Абрикос можно укрыть так же. Если молодые... Если он... Розы почвопокровные, которые там обрезаются, они низенькие, да, их как бы вообще укрыть, они не нуждаются в укрытии. Но вот так как снега у нас вообще, укрытия, в общем, нету снежного покрова. Поэтому совершите укрытие. Укрывной материал. Есть специальный тоже укрывной материал. Он такой теплый, для укрытия как раз кустарников. Потому что температура уже сейчас у нас, как, вот мы же общаемся, синоптик наш, известный, Татьяна Викторовна Иванова, она вот давеча во вторник, по-моему, говорит, что в Хакасии уже установились температуры, которые обычно устанавливаются в январе. В январе, да, в январе. У нас не декабрьские, а это уже январские. Поэтому, ну... Ну, значит, у нас раньше весна придет. Ага, помечтайте. Да, я буду мечтать о хорошем. И то, что вот я говорю, чем... Хакаску 12 месяцев смотрели, в Новый год несколько раз покажут, если что. Так что не будет раньше весна. Алексей, можно я скажу, чем можно мульчировать тот же самый чеснок? Давайте. Это может быть перегной, если у вас много этого перегной. Сейчас как раз почва, она промерзла. Это может быть перегной, это может быть торф, не только не кислый, а раскисленный, нейтральный. Ну, то же самое, укрывной материал. Почву, если вы где-то можете добыть, накопать уже, так сказать, уже не накопаешь. Но вот это самое лучшее, это, конечно, это... Перегной можно перегноем, компостом, торфом. Ну, и вот сена, солома, листва, но только... Это нужно защитить от выдувания и от грызунов. Есть звонок? У нас есть сообщение в WhatsApp. Я почему с телефоном-то сижу? Читаю наши сообщения. Наташа, от кого это последнее сообщение у нас? Я ответить еще хотела. Несчастье у людей. Прямо несчастье про грызунов. Там не подписано, да. У нас на даче беда. На Калягина. Появились земляные крысы. Как от них избавиться? Делают ходы под землей, уничтожают овощи. Ну, смотрите, от грызунов... Земляные крысы это что? Крысы земляные... Ну, они отличаются от обычных? Ну, возможно, размером отличаются. Какой кошмар. Просто, возможно, если люди видели их, потому что в этом году к нам в Центр Садоводства очень много людей приходило, что видели что-то, непонятно, но похоже на грызуна, потому что повреждали посадки корнеплодов, но поймать не могли. Как бы вот визуально там зафиксировать фотографии или еще чем-то. Тоже как бы не показывали. Ну, что похоже на большую крысу. Вот кто это? Ну, вот здесь роют ходы, видишь, уничтожают овощи. Как избавиться? Есть, конечно, это препараты, не препараты, приманки, да, от грызунов. Пожалуйста, от крыс, от мышей можно раскладывать их. Можно даже не разворачивая, там, где выходы и видели. Пожалуйста, разложите. Все. Их, крыс, или кто это у вас там, грызун. Я думаю, что все-таки приманит там упаковка, вот эта шуршащая, как любого грызуна это заманивает, и можно избавиться. Также что еще на участке можно применить. Я также думаю, пугач, на основе там тоже дегтя, креолина. Тоже прекрасно. Напитывают, опилки, ткань какую-то, раскладывают там, в норы, что-то. Отпугиватели. Отпугиватели, главное. Но крысы такие умные существа, они же привыкают, и у них даже, не знаю, насколько это правда, но нас так учили, нам так рассказывали, умные люди. Учился я биологии все-таки. Что крысы доходят до того, они же живут большими сообществами. И, кстати, вспомнил картинку в Красноярске, недавно сняли прямо рядом с проспектом мира, даже самый центр, там крысы на свалке вот прямо ходят, как вот через дорогу, тык-тык-тык, стадами прыгают. Господи, как у нас хорошо, что такого нет. Ну так вот, они как борются вот с тем, что придумывает человек разумный. У них одна, допустим, сначала крыса попробует что-то это новенькое. Если она выжила, они все это жрут. А если она, ей стало худо, более того, померла, они эту приманку обходят уже стороной. Менять надо. Смышленые тварь. Ну еще есть клей. А еще есть коты. Ну коты-то тоже. Дети, которых надо не вискосом кормить и вот не холить на диванчике там эту лоды, а на улицу пшел вон крыс ловить. И он вас тогда больше любить будет. Ну еще клей есть, Алексей. И бирский есть коты. Клей-альт. Видел я, как одна наша героиня программы клеем ловила мышей. Ну прекрасно. Очень жалко. Животные потом прилипли, мучаются. Ну что ж такое ужас. Разбегаются от этого. Не знаю. 22-41-18 наш телефон и 15 минут эфирного времени, которое мы не будем, конечно же, давайте занимать крысами. Конечно, мы будем говорить. Мы рассказали про приманки и хватит, пожалуй. Хватит. Если нет звонков, то можно в прошлую среду звонил мужчина, представился садовод. Когда? В прошлую среду. А, я уже забыли. В прошлую среду и вот как бы как мы договаривались с вами, что я спрошу по Ольге Плехановой это КФХ абрикос, как они вот выращивают сеянцы абрикоса. Они высаживают это осенью. Из косточки? Из косточки, да. Как они получают осенью. Но также да, дички. Но также вы можете ознакомиться, если вы меня сейчас слушаете. Зайти на сайт КФХ абрикос. Там есть раздел статьи и там есть вот как раз стратификация плодовых культур. А, они описывают свой опыт. Там полный объем информации, который вам будет полезен. А так можно они выдерживают сначала, если я не ошибаюсь, две недели в тепле, если где-то это в помещении. и потом где-то два месяца при нуле градусов. Но здесь я, как и в прошлый раз я говорила, что здесь может постигнуть что? Что не раньше времени у вас начнут рост, а еще почва не оттаяла. Что делать? Тут нужно как бы тоже понижать температуру, тут нужно глаз до глаз как бы за этим. поэтому от нашей погоды не всегда угадают. прежде, как раз уже всходы появляются. Это конец апреля, начало мая. Ну и насекомые, воробьев не стало жалуются. сейчас будьте любезны, сотворите тоже. Кормушки делайте. не только делайте, положите хотя бы пшена белых крошек. Да, да, да. Это не прихоть, это вот там недоигрывание с детьми, а это привлечение птиц на ваши дачи. Сейчас тем более такие холода как бы стоят, просто даже жалко бедных птичек. А так они хотя бы зиму перезимуют, а весной будут уничтожать и летом всех вредителей, и плодожорок, и всех-всех-всех. Потому что даже такие профессионалы, они уже второй год страдают из-за отсутствия элементарных воробьев, которых потравили тамошние фермеры, которые протравливают по весне свое зерно, зерно клюют воробьи, дохнут, в итоге плодятся насекомые. Ну, здесь тоже еще не выясним факт. А куда они делись-то? Кормить надо, чтобы они где больше кормят. Да, да, да. Не верю я в это. Мне больше нравится. Ну, а как зерно не протравливать? Вот как не протравливать зерно, Алексей? Ты знаешь, в Советском Союзе его тоже протравливали, но воробьи были всегда, и скворцы были всегда. Ты видела в этом году скворцов? Да. Где? На участке. И глаза честные, 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 честные. А раньше скворцы сидели на проводах и чирикали все лето. И весной первые прилетали. А теперь их нет. Забываем кормить. Ладно, давайте не будем. Миниатюра, которую написал Михаил Чванецкий, а исполнил Аркадий Райкин Великий. Но рыба в камне была, несмотря на то, что там. А еще монолог в фильме «Гараж», когда он родину продал за гараж и родину продал. А там, несмотря на все ваши заводы, рыба до сих пор есть. Да. Да. Так, ответила я. Хорошая птича у меня будет, да? Очень прекрасная. Звонков на 5. Поэтому мы принимаем звонков. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, оба, Юля и Алексей Иванович. Здравствуйте. Я Владимир, как вы знаете, реалист. И хочу поблагодарить, во-первых, сразу Юлю, что за труды обременил я ее тут узнать, как и что там косточки стратифицировать подробно и проросить потом удачной весной. Но самый главный момент, вот, высеваем, когда мы косточки под зиму, особенно у нас мало, мало снега, косточки в диком виде, грубо говоря, вот, в какой температуре холодной, они потом стратифицируются и не замерзают, у них проходит эта ферментация и подготовка к схожести, а вот держим где-то до нуля и вот какая влажность должна быть и при каком минусе вот эта ферментация может сохраниться и взойти, потому что пишут тут в статьях, что они могут сходить даже на второй, на третий год. Если ферментация не получилась, как оно, или она перемерзла уже, вот самые моменты, вот эти нюансы. И как косточка, сама кожура косточки, как подготавливается к тому, чтобы зерушка потом ее раскрыла легко, вот нюансы, понимаете. Ну ладно, спасибо вам. Все, спасибо. Ну вы внимательно также прочитайте, я говорю, вот раздел статьи у КФХ Абрикос, ну а также я могла бы рассказать то, что, да, вообще схожесть косточковых очень может сохраняться 2-3 года, здесь влажность, да, нужна оптимальная, там температура, что через, не в этом году взошла, может через год зайти семечко. Также, чтобы оно быстрее взошло, бывает расщелкивают. И тут, ну важно еще, какие вы сорта берете. На подвое, вот, ну как сильно вот раннеспелый, я вот не знаю, можно ли использовать, ну как бы срок у него. А для чего вообще высаживаете косточки? Дичок, потом на него прививаете, и у вас будет абрикос плодоносящий. А не проще купить готовое дерево? Ну вот, ну человек занимается, если, может, чтобы вы потом, или чтобы вы потом приобрели, вот так же, как КФХ абрикос, вот я так думаю, что человек занимается, выращивает дички, на которые прививает, можно также посеять косточки у вас, косточку, не косточку, а косточку абрикоса, и она у вас будет плодоносить, но не через, ну пройдет там лет восемь, может меньше, тут как Господь Бог даст. Да, кикабит запел виноградную косточку, поэтому... В мокрую землю здоровье, или в какую там землю здоровье, асирючка ольховая, у меня сегодня в ритическом стране, так у меня танцоры были. Да, у вас были тут танцы прекрасные, дети прям вообще супер. Еще был вопрос, но это позапрошлую среду. Какая у вас память? Да, память очень. Я боюсь за свое будущее, если она припомнит все мои грехи, представляете, какой там список может быть? Нет, просто я тогда не ответил, думаю, может человек позвонит, но человек не позвонил, если нет сейчас звонков. Нет, тогда вот он спрашивал, как формировать лещину. А это-то что такое лещина? Орех, фундук. У нас в Сибири это называется. Всюду, лещина. Да, ну как бы убирать поросли или нет, я в прошлый раз так и сказала, что да, поросли убираем, а формировка, вообще это такая же формировка, как и яблони, например. Ну и зависит, конечно, от сорта, какой у вас сорт лещины. Вообще формируют, что же там сантиметров, 40-50 должен быть, потом скелетные вот ярусы, вот эти ветви идут. Вовнутрь ветки не пускаем, чем больше у нас пространства между веточками, тем у нас будет лучше, нашим деревьям урожая будет больше. А вы не занимаетесь производством растительного масла? Я? Ну, или кто-то из ваших знакомых. Оказывается, из трех килограммов семечек, при правильной вот их обжарке, можно целый литр масла получить. Да, конечно. Так вот, если вспомнить... А мы подсолнечник перестали вытачивать своих огородов. Ну вот если вспомнить времена, вообще откуда появилось масло растительное, как... В каком у нас 1862 году, да? Вроде бы отменили. Я не знаю. Крепостное. А, крепостное отменили в 1861 году. Всегда на втором году. Император Александров. Да. Второй. Так вот, крепостное, вот я сейчас не помню, как его зовут, вот именно выкупил себя у помещика, именно стал, когда вот выращивая подсолнечник, стал давить масло, стал продавать и выкупил. Хотя это произошло намного раньше, вот, 61-го года, что он сам себя выкупил. Потому что умные у нас люди от земли, умные. Заводы вот как раз, первый завод. что, а вот самому-то этот аппарат делает затруднительно, у вас нет случайно этих отжимальных аппаратов? Нет, у нас есть какое-то там, ну, это яблоки, я знаю, давить там, соты давить. Это не то. Это не то. Ну, а вдруг то. Не-не-не, соты, яблоки, это совсем. У нас тоже это есть, но можно сок давить, мед тоже, и сот. Почему-то говори, давай, вчера звонков нет, будем вот так между собой говорить. Осталось всего 5 минут, 22-41-18, наш телефон. Достал я сегодня из своих закромов настоящую баночку арахисовой пасты, очень люблю арахисовую, вот эту пасту американскую, у нас ее, к сожалению, не продают. Ну, когда я бываю в своих путешествиях, в городе Париже, там есть один магазин, где бы ее продали. В общем, достав, и это какое-то чудо. Ну, во-первых, аромат ничем не сравним с настоящей арахисовой пастой. И вот там сверху, она же отстоялась, теперь ее надо перемешать будет. Вот такой слой этого арахисового масла. Ну, это так чудесно. Вот не знаю, куда использовать, потому что я не был готов, потому что у меня будет арахисовое масло. Ну, вот оно теперь появилось. масел большое количество, не только арахисовое, но и намного больше. И мне пришла идея, а почему бы не заняться? Можно, рапс у нас хорошо выращивают, рапс, рапсовое масло. Да, и у нас в колхозах местных конопляное было масло, оно у нас теперь уничтожили же. Даже вот ту коноплю, из которой вот невозможно приготовить эти вот наркосодержащие вещества. И то вывели все. У нас был такой хороший конопля, пенькозавод, там и масло было конопляное, и это вот сами эти семена конопли очень вкусные. да и полезные. И веревки они такие делали, дай бог всем веревкой веревки. Вещи, рубище. Рубище не видел. А масло вот конопляное, рыжиковое масло. Все это у нас было в совхозах? Куда делали? Когда я была в Москве, на сессии тоже удалось побывать в ботаническом саду МГУ, и там вот как раз вот конопляная была выставка, там как бы вещи, вот то, что делали, вот раньше вообще на Руси. Да, но это как-то все ушло. Да из конопли больше можно делать бумаги, чем из леса. Согласна. Мы не пропагандируем ни в коем случае, на всякий случай. Мы говорим о полезных свойствах. Нет, полезные свойства. Растения, не содержащие вот этих полезных. Ну раньше, да, вот если даже вспомнить, сейчас вот ВДНХ, там даже присутствуют, где вот эти с колоссиями, там дружба народов или как там, да. Там тоже, если вы так посмотрите. Одну из передач посвятим вот маслу именно. Маслу. Может мы найдем среди вас, дорогие наши телетрители, вот тех умельцев, которые еще как помнят, как его делали у нас здесь в Сибири, ведь делали масло. Ну конечно. Жали его, давили. Может кто расскажет, может кто даже в гости пригласит. Да, я бы с удовольствием. И я бы с удовольствием. Посмотрела и приехала. Да. Пишите нам, звоните нам. Подарками. Подарки не обещаю. Поэтому. Ну если вы подарите, то да, тогда поеду. Да. 22.41.18 и 2 минуты нашего эфирного времени. Чем будем мы подбиваться сегодня? Подбиваться. Ну сейчас все люди, я думаю, готовятся к Новому году. Да, у вас прекрасная елочка. Красивая, нарядная. Живая, обрати внимание. Очень. Прям живая. Какой аромат. Фитонциды. Тут вам не страшен ни грипп, ни ОРЗ. Дай бог, дай бог. Что хотелось бы сказать. Да, декабрь месяц. Сейчас все равно в этой суматохе, там за подарками кто-то где-то ходит. Все равно не забывай. Как не модно дарить подарки? Ну как не модно. Своим родным и близким нужно приносить, но не просто какую-то безделушку, которая будет праздно пылиться на полке. Посмотрела на наши книги? Нет, я не на книги, я просто посмотрела. Мы их читаем? Это прекрасно, что есть еще люди, которые читают. Нас так мало осталось. Ну, просто я говорю к тому, что можно подарить. Сейчас вот посев совершается, семян, каких цветочных культур. Домашние. Ну и устома также мы продолжаем, да. Пиларгония, как я говорю, бабушкин цветок. Но бабушкин цветок он был когда-то, сейчас такое разнообразие. Просто... Хорошо. О подарках поговорим через неделю, в том числе сегодня спасибо всем. Увидимся завтра. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова